решила сделать прямой эфирчик в инстаграме сто лет не делали и еще у меня сейчас появился модем потому что здесь вообще интернет не тянет но так как у меня сегодня был прямой эфир на тик токи и мне поэтому мне привезли модем и он работает чуть лучше чем просто вай фай номер поэтому я решила думаю надо выйти к вам на quick 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 live session good morning good morning good morning how are you hello привет как дела i just decided to make a quick live because i have some like extension of modem from the wi-fi is my wi-fi in the room it's not really strong enough так что алло как у вас дела быстро хотела просто спросить как у вас дела как у вас настроение за окном просто такая жара что невозможно выйти во рту выйти во рту гофи выйти на улице просто сразу так вот все мокрое за секунду так раз и просто мокрое становишься спасибо за вашу поддержку прям безумно безумно приятно очень очень приятно а что за конфликт с ксюжей бородиной у меня нет никакого конфликта с ксюжей бородиной я вообще про нее сама никогда нигде ни разу не высказывалась я не слежу за ее высказывание никогда спрашивают я могу ответить но чтобы я сама ходила смотрела что там пишет или говорит а потом это цитировала как она это делает ну как бы еще потом говорит что это наверное им пиарис вообще вообще этот человек вообще не интересен и заметьте я ни одного такого слова про него не говорила не скажу и говорить не буду вообще не в моем это все варианте я действительно считаю что ксюжа бородина очень злостный человек в плане того что не умеет радоваться и она очень злая всегда я помню всегда была злой и она всегда была такой это правда это мое мнение но ее не оскорбляю не грустного на какая-то там такая такая коротконогая гномик или еще что то есть я просто говорю что я вот ощущаю от этого по этому человеку мне все он не интересен как я отношусь вакцине я отношусь к вакцине ровно так же как вы относитесь к ней мне кажется это вот то же самое что есть молочку или не есть молочку быть вегетарианцем или не быть вегетарианцем ну то все да и не хочу никого обсуждать и просто хочу чтобы вы понимали ребят я про нее нигде не хожу не пишу не говорю ни разу к ней не заходила на страницу даже не знаю все чем она живет о чем она говорит зато она знает все о чем говорю я и так далее и тому подобное поэтому вот есть такие люди которым надо будет знаешь всю кляксу везде оставить вот что-то в этом роде спасибо большое кто мне делать макияж мне сегодня макияж делала сонечка соня миро она очень не круто делать макияж причем у меня проблема в том что никто не может мне нарисовать стрелку то есть у меня немножко вот этот глаз опущен да увидите у меня такая складочка есть ну это у моей бабушки всегда так было мою бабушке все так вот века висела так на глазу вот поэтому у меня чуть-чуть как бы глаз опущен поэтому мне никто не может нарисовать стрелку но соня с первого раза набрать вау первый единственный человек кто мне нарисовал стрелку это был визажист шанель наш эрнест его зовут да вот и ой он единственный кто нарисовал и соня получается за всю жизнь второй человек то не нарисовал стрелку с первого раза сама вот так по тоналку посоветовать кстати я нашла очень крутую тоналку сейчас на лето сердар сердар он не рисует стрелки практически сердар красит без стрелок в основном поэтому мы сердаром стрелки почти не рисовать у него немножко другая техника как отбеливала зубы я последний раз и просто сделала чистку и даже не отбеливала соня профи да люблю смотреть ваше интервью заряжаю спасибо спасибо большое спасибо большое вообще за вашу поддержку правда спасибо большое мне очень приятно бородина говорит что вы не ребенка не рентабельно больше ну пусть говорит значит и нервинта не рентабельно значит больше пусть говорит меня абсолютно никак не обижает не радует абсолютно вот ровно просто что говорит что не говорит каждый имеет право вылить свою желчь или там то чем чем человек наполнил кстати агуар нет она мне предложила как-то сделать макияж еще тогда она была беременная наградываем ты делал мэйки буду вам не было бы интересно уговор сделать мэйк потом я и писала и чудо на не ответила и мы с ней что-то больше как-то и все и не стал потом из патрон родила я думаю уже и там не до меня и уже и так далее так далее а тоналка кстати руки мыть да но давайте сейчас не будем о чем-то таком что я плакал я не хочу плакать не то что не хочу те темы на которые я плачу обычно по телевизору я заметила если я по телевизору допустим себя вижу и в этот момент я что-то рассказываю у меня слезы на глазах то когда я буду смотреть этот момент у меня тоже будут слезы на глазах поэтому я вас очень прошу давайте сейчас не будем ни о чем таком чтобы я могла заплакать и так тонак очень крутой на лето называется лили л ой лили он называется или как покажу знаете у какого он крутой он он получается как вторая кожа и он он сглаживает он он убирает неровности но при этом нет вот это вот маски знаете нет как бы ощущение что у тебя на лице какая-то такая вот маска вот он илья называется сейчас я вам переверну а вы сделайте скриншот сейчас мой хороший подождите вот сделайте скриншот он у меня правда пролился и поэтому у меня в таком состоянии просто пролился в халате вот он как тинт идет у него spf 30 поэтому для лет я считаю что это лучший или а фотка ли недорогой или нет и джей на варью а варью рейфом грибинги from malice где купить только в интернете я заказывал в интернете я думаю это итальянский бренд так как я живу в европе мне быстро его привезли а нет и кей хельсинки а подождите ну короче где-то в европе он создается очень крутой очень крутой галина дорогая вы знаете я все объяснила по поводу вашей ксюхи и так далее не хочу вообще произносить в имя давайте мы не будем уже все что надо я уже сказала люди услышали про нее вообще никто не говорит тем более я вообще никогда про не 1 никогда не говорил я могу ответить я могу за себя постоять ну про кого-то бегать кого-то смотреть не интересно не окей поэтому можете даже не писать я понимаю что вы фанаты все любите человека я только рада за вас это здорово что вас вдохновляют такие люди но как бы не надо вмешивать и втягивать то туда чего никуда не принадлежит хороший вопрос что я сегодня кушал на завтрак это кстати от мужчин вопрос еще мне так приятно сейчас скажу вспомню а я вспомнила значит и яйца бенедикт как они называются да а пашот это когда в воду бросаешь как бы яйцо а как оно так делается кстати кто умеет пашот яйца делать там по моему в кипящую воду а в кипящую воду короче нужно света утина спасибо дорогая нужно воду так вот размешать вода будет крутиться яйцо вот это выливаешь и она прям внутри получается желток а белок он как бы вот такой вот мягкий я не знаю как сказать мне очень нравится про матершинников как к ним относитесь ну иногда я могу матюкнуться иногда бывает всякую всех у нас бывает конечно ну по-разному вообще конечно лучшего нет русский язык без этого тоже никуда чечня вам тоже большой привет огромный я очень надеюсь что как-нибудь долечу к вам george a high-end from george from the leaves смотрите мои хорошие олив маг маги Смотрите, очень важный момент, это опасно безумно, если вы делаете, допустим, ферритин, когда заливаете себе в кровь, мы когда железо поднимаем, это безумно опасно делать не у квалифицированных специалистов, это довольно-таки тяжелые капельницы, они тяжело могут организмом восприниматься, поэтому очень важно капать вместе с аскорбиновой кислотой, с витамином С. Без витамина С ферритин не усваивается, поэтому когда вы пойдете к доктору, который будет вам капать, вот ходите к моему эндокринологу, которого я выставляла, и мы с ним должны сделать прямой эфир, потому что к ним ему начали писать сотни сообщений по поводу, помните, когда я рассказывала, что мы добавляли в крем для лица вот этот вот гель, который содержит эстроген, гормон, ему писали, он говорит, Вик, предупреди, он говорит, я не знала, что ты будешь это говорить, ну на всеуслышание, он говорит, если ты даешь этот совет девчонкам или мальчишкам, чтобы добавлять в крем, у меня, кстати, все прыщи ушли, у меня такие прыщики тут были, все ушло за три дня, но очень важно провериться на отсутствие рака молочной железы, рака яичников и рака шейки матки, только тогда, когда у вас все отрицательно, вы можете наносить его, вот как бы смешивать с кремом, окей, поэтому, ну так как он знает, что, слава богу, я здорова, поэтому он мне порекомендовал, я желаю лучшего всем, вы же знаете, сразу хочу всем поделиться, я побежала вам рекомендовать, а оказывается нужно было. Смотрела фильм Софи Лорен недавно, какая она красотка просто, ей сколько там, лет 80, но она такая красотка, ребят, просто она волшебная какая-то, она там, причем играет такую бабушку старенькую уже, итальянский фильм, и она потрясающая, спасибо, что вы говорите, что она не похожа, для меня это комплимент. С Маратом общаемся, конечно, общаемся, он в Москве, комки бишени убирать не стоит, девочки, поймите правильно, вы вырастите, когда вам сейчас там типа говорят 26 лет, убирай комки бишу, типа будут скулы больше, когда вам будет 35, у вас будет так провалиться здесь, что вам будет не хватать этого маленького кусочка жира, которого вы уберете, не шутите с этим, не надо ничего убирать, не надо ничего колоть, вообще, если честно, я просто вот все эксперименты, все, в топку, все в топку. Где Анжелишка, она на бассейне купается. Не поняла вопрос, о каком роли ведущая, не поняла. Боня, я люблю вас, с приветом, из Караганды, спасибо, спасибо, спасибо большое. Катя Лель рассказала про инопланетян, вы в них верите, вы на планетян? Ну, если честно, ну, если честно, я ни разу не видела, я не знаю, может быть, они, конечно, есть, но как-то не знаю, я не знаю, у меня не укладывается в голове чуть-чуть. Безусловно, в наших просторах галактики есть, в просторах Вселенной, и даже, наверное, может быть, и в нашей галактике, есть какие-то другие виды, формы жизни. Безусловно, я даже просто не сомневаюсь в этом. Ну, так, что прям вот какие-то вот инопланетные другие, там, из других миров, кто-то нам прилетел, долетел, пришел, опустился, тут сидел делать нехер. Вот мы сейчас с вами живем-живем-живем-живем, а поехали на другую планету, как инопланетяне, мы же для них тоже инопланетяне. И такие раз, приехали куда-то там на планету, к кому-то надо прятаться, где-то сидеть, ну, это такой бред, мне кажется, ни один разумный разум не поедет куда-то там внедряться, какие-то земли искать, что за бред, столько планет, вот есть планеты. Я вообще, честно говоря, очень люблю, с детства всегда читала все про космос, и ученые уже увидели, нашли телескоп Хаббл, который находится в Калифорнии, он уже обнаружил такую планету, которая просто безумно похожа на Землю, это уже столько же, 70% воды, причем голубой воды, но планета в сотни раз больше нашей. Представляете, кто там живет? Моря, солнце, океаны, только в сотни раз больше нашей планеты. Ну, наверное, она не пустует, эта планета там, правильно? Ну, то есть, как-то вот так. Мерьем, как относишься? Я Мерьемочку обожаю, давно мы с ней не виделись. Вот. Вика, вы слышали, что грудь можно увеличить ботоксом? Нет, не слышала, ботоксом не можно увеличить грудь, нельзя, ее можно увеличить гелем, но я не знаю, я бы не стала этого делать. А как подтянуть лицо? Приходите ко мне на курс лицо, ребята. У меня вот висел второй подбородок недавно, вот такой был вот это все, потому что я поправилась очень сильно, у меня прям поплыл контур. Мы четыре занятия позанимались, у меня поэтому все раз и натянулось. Я вам за четыре занятия гарантирую, за четыре вот таких занятия мощных, которые я вам даю, у вас вот так раз и все потянется. Растяжка для тела правда важна, это точно, это очень важно. Стареешь уже, подумай про душу, пока не поздно. Я старею так же, как и вы, ровно с той же скоростью, как и вы, вы так же стареете, как и я. Вы своей маме сказали, чтобы она про душу подумала, и папе тоже, не забудьте тоже им напомнить. Хейтеры вошли в чат, ничего, пусть, мусор тоже является частью вселенной, поэтому, в принципе, ничего такого удивительного. Тоналочку еще раз, да, что с водонавиой произошло? Вот тональник еще раз, сфоткайте, делайте скрин, скриншот, 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 успели? Я довольна ли грудью? Я довольна грудью, да. Подтянуть лицо, вот я, наверное, повторяюсь, да, уже, или вы снова пишете, или этот другой человек пишет. Приходите на курс лицо, приходите просто на экспресс курс лицо, который запустил недавно, я его сделала, но я еще не продавала видеозаписи этого курса. Так что я буквально через несколько дней специально сделаю, открою для вас продажи именно записи курса. Можете прийти и все, быстренько, быстренько, быстренько проработать, отработать. Как относитесь к бельферопластике бровей? Что это такое? Это новенькое. А если люди с раком уже начали пользоваться? Ну, если вы его пользуетесь один-два раза, ребят, ничего не будет абсолютно. Это же накопляющий эффект. Я думаю, что это нужно пользоваться столько времени и в таком количестве, чтобы там что-то начало расти. Просто это как предостережение. Нужно проверяться, и вообще нужно проверяться каждый год. Я надеюсь, что вы это делаете. А, не бровей и век. Мои хорошие, я считаю, что глаза – это вот то самое, вот ваша форма глаз – это то, почему вас можно узнать спустя года. Если вы режете свои глаза и меняете форму, это уже будете не вы. Но я смотрю, кстати, на… Как ее зовут? Нашу Катю Усманову. Вот я смотрю на нее, да, она сделала себе бельферопластику. Вот сейчас прошло вот какое-то время. Ну, правда, я близко не видела, но вот красиво смотрится, хорошо. Ну, вот она выбрала, она сделала молодая. И, как бы, в принципе, ей сейчас хорошо. Какая Мерьем в жизни? Мерьем в жизни – жесткая хохотушка. Она просто вот… Вот это Мерьем. Where do you live in London? Where do you live in London? No, I don't live in London. I was living in London. And we moved back to France during the pandemic lockdown. So, now we are back to south of France. And I live in Monaco now. Hi, how are you? I love you. I love you too, guys. So sweet of you. У вас нет PayPal, чтобы курс заказать? У нас там огромное количество различных других возможностей оплатить, не только через PayPal. USA, hey, where are your men? Where is my man? I don't know where is my man. The last man I had, he was dating two girls at the same time. And he betrayed me. And since then, I don't even know, like, if I could ever trust a guy. You know, something like that happened to me. I love you, Victoria. I love you too. В Казахстане была. В Казахстане была. И ещё, вот мы сейчас разговаривали с Назимой. И, может быть, летом. Она сейчас тоже собирается как раз в Казахстан. Может быть, летом. Она говорит, я как раз поеду. Я, говорит, так люблю. Может быть, как бы получится тоже доехать туда. Казахстан. Любимая, я уже так соскучилась. Спасибо. Hello, beautiful. Hello. Я просто не понимаю, как в Мико нам можно было изменить. Мне никто не изменял. У нас не было ничего для того, чтобы не изменять. У нас не было ничего. Но просто меня обманывали и предавали. Вот это другое дело. Дело не в измене, понимаете? Алена, блин, и Агузарову посмотреть. Хорошо. Просто попробуй, если будет время. Регрессивный гипноз. Вообще бы я хотела попробовать гипноз. Но вы знаете, что у меня... К сожалению, я не гипнабельна. Но я бы хотела. Инъекции, какие вы делали на лицо? Я делала... Я делала раньше вот эту гиалуронку. Я делала как-то западавшие глаза себе закалывала. Потом я делала носогубки закалывала. Оторвать бы руки тому, кто мне их закалывал. Потому что носогубки вообще нельзя закалывать. Дальше. Я один раз пробовала делать ботокс вокруг глаз. Это было жуть. Один раз пробовала делать ботокс шею. Когда у меня тяжи появились, это была еще большая жуть. Пару или тройку раз в жизни я пробовала. Первый раз в 28 лет, по-моему, попробовала делать ботокс. Он меня не берет вообще. Он меня берет там на месяц максимум. И все. И получается, что все то, что я делала, со временем у меня вот эта здесь часть. У меня был здесь вот этот вот гиалуронка. Она оказывается, оказывается, она может по 15 лет даже не уходить. И, соответственно, когда глаза делали через конюлю, мне глаза тогда он делал через конюлю. Но у меня потом... Он мне сначала красиво сделал, вроде как хорошо смотрел, но через два месяца. Но это было у меня так. У меня все вот так устало, как будто вот такие были вот шары под глазами. Я потом пошла, все расколола. Я все расколола. Вообще все расколола. И больше... Потом у меня доктор Саймон в Америке есть такой гениальный чувак. Он скульптор по природе. Я к нему переехала, у меня вот такое перекошенное лицо. И он мне объяснил, что мне нужно поставить каркас. То есть он мне как бы проколол вот так вот. Не для того, чтобы чем увеличить скульптор. Потому что у меня азиатские скулы. У меня в крови есть китайцы. И он мне проколол не для объема скул, а для того, чтобы был каркас. Он говорит, вот это все начнет уходить. А этот каркас будет держать лицо. И действительно так и произошло. И вот сколько прошло. Ровно, сейчас скажу, 4 года будет в сентябре уже 5 лет. 4,5 или 3,5, 4 года. Да, 5 лет будет в сентябре. Как я вообще не колола ничего в свое лицо. И раньше я делала еще, знаете, как это, витамины. Это все полная фигня. Полная фигня. Как эти папулки когда делают. Вот я даже это уже ничего не делаю. Делаю упражнения зато. И делаю, можно сделать упражнениями так, что у тебя все наливается. Девочки, ну кто проходил мой курс? Скажите, пожалуйста, как мы на курсе работаем. Как лицо наливается. Ни один укол такого результата не дает вообще. Курс огонь. Вот, девчонки, ну расскажите. Да-да-да, не да-да-да. Расскажите, как лицо вот у вас. Помните, да? Круто, да. Марафон огонь. Девчонки, марафон-то я знаю, что огонь. Вот как ваше вот именно лицо было. Вот лицо. Потому что разволокнение мы делали. Раз, и все. Просто вот оно раз и наливается и подтягивается. Мы с вами вот здесь эту часть проработали. Раз, скулы натянулись. Правда же? Это фотография называется. Дисканство. Вот, фористу тейк. Окей, у меня надо встречу всем. А, все три стуки. I am from Indonesia too, окей. Гели, you need a man like your. Life, too much culture. Yeah, I need a man in my life. I know that. I love you too, guys. That's so sweet of you. I'm gonna cry now. Дагестанский салам. Привет. Отсылай свою любовь Дагестану. Дагестан не повторю. Не устану повторять. В каждом интервью готов. В каждом и интервью, и прямом эфире по сей день. Сколько лет прошло? Сколько лет прошло? Лет пять прошло, когда я была в Дагестане. Но я до сих пор не устану повторять, что меня восхитило в Дагестане. Я останавливалась в отеле, который был на набережной в Махачкале. И, ну, то, что мне цветы несли, там, даже в четыре утра стучали в номер, типа, Виктория, вам тут цветы передали? Я говорю, нет, я говорю, я боюсь дверь открывать. Я говорю, я никому не открою дверь. Пусть цветы, говорю, будут внизу, я завтра утром заберу. Это благодарность, конечно. То, что девчонки из Дагестана, дагестанки, мне привозили подарки, коробки с туфлями, с одеждой. Это просто, я такого в жизни никогда не видела. Но я не об этом сейчас хочу сказать. Об этом, кстати, я говорю первый раз. Спасибо за это тоже. Но что мне понравилось в Дагестане, я смотрю только в пять утра в окно, или в шесть утра, знаете, как у нас, и как бы, ну, на набережную. В Сочи посмотрите в шесть утра в окно, на набережную, что вы там увидите. Либо там гуляющие, пьющие там люди пьяные, либо там, не знаю, какие-то драки. А там в шесть утра ребята на спорте просто тренировка, тренировка у всех там, значит, этот самый, пресс качают, бегают. Я была в шоке. Вот это меня прям поразило и восхитило очень. Так что Дагестан, отсылаю вам свою любовь навеки. Беларусь тоже вам привет. Привет, привет, привет. Каркас, как она называется. Но это надо, это, во-первых, очень дорого, это безумно дорого. Во-вторых, это как бы только делает один человек, потому что он скульптор, и он видит. Сейчас вам придете, сейчас вот эти вот штуки накалывают, когда людям вот здесь вот эти сиськи какие-то делают, типа углы жалей. Ни в коем случае девочки не делают это. Я вам сейчас поставлю, кстати, я забыла. Я сейчас поделюсь с вами видео. Моя подружка, ну как бы вот она мне уже как подружка, девочка, которая делает мне маникюр. Она, у нее муж занимается тем, что он просто исправляет и раскалывает. Вот посмотрите у меня какая тоненькая кожица здесь, да? Потому что здесь кожица должна быть тоненькая. А, Масенька, ты мне прибавляешь что-то там, надо выключить вай-фай. То есть кожица должна быть тоненькая, это же наша кожица. Они закалывают вам вот сюда вот такую сиську, вот такую, я извиняюсь, типа у вас тут какой-то угол. Тем более закалывается это все. Короче, посмотрите потом мои сторисы, я запощу вам это видео. Пройдите и посмотрите, здесь столько находится желез, слюная железа. Здесь это так опасно. Очень умоляю, пожалуйста, идите потом посмотрите и подумайте 200 тысяч раз, прежде чем что-то где-то у похоруких врачей делать. И даже не врачей, а косметологов без, как она называется, без этого образования. Вам нравится Украина, если да, то чем? Мне нравится Украина людьми. Украина, когда я приезжаю в Киев, ты чувствуешь вот это тепло. Люди теплые, люди добрые, люди такие, как сказать, приветливые. Ну вот именно вот я такое ощущала в Казани. Я когда прилетала в Казань, вот там так же, почему-то, не знаю почему. Люди очень добрые. Мне нравится людьми, мне нравится теплотой, мне нравится вот именно людьми, да. Я летала без вакцинации, потому что у меня вид на жительство в Европе, я же не, ну как бы, я живу в Европе много лет, я не хочу вакцинироваться. Вакцинация непринудительная у нас, зачем мне вакцинироваться, я не хочу. Как ты относишься к увеличению губ? Я считаю, что вот сейчас я вижу девочек, да, допустим, очень много, у которых губы, допустим, делают настолько эстетично и красиво, потому что какая-то, видимо, новая методика, как колят губы. И прям эстетика. Думаешь, боже, как красиво, прям вот эстетично. А есть, когда очень некрасиво, и это уродует. Поэтому, мне кажется, все тоже зависит от того, кому как, что, где сделать. А стопника нет, я не делала ничего. Show me your perfect fit, my queen. Я 150 лет с вами много узнала. Благодарю, Вика, спасибо. Вика, новый курс лицо будет новый, который был недавно по вектору. Ну вот курс, который у нас был по вектору молодости, да, это вот экспресс курс лицо, который был недавно, и полный курс лицо месячный, он был в том году, он есть только в записи. Новый курс, мы сейчас будем делать курс тела с Наташечкой. Мне безумно приятно, конечно, читать такие комментарии, что вот как бы, Вика, ты так вроде поправилась, да, я действительно поправилась, но типа как бы у тебя все равно все вот так. Ну потому что я занимаюсь, я действительно занимаюсь. Мясо сейчас ем, да. Прививки делала, кстати, надо прививки сделать. Ну как я вот сейчас, допустим, первые прививки мы делали, допустим, ребенку, да, потому что без них в школу бы не брали, не взяли. А вот сейчас я бы, допустим, уже не хотела делать прививки, но в школе требуют какие-то прививки в Европе. Но в Европе прививки, получается, ты их покупаешь в аптеке, и ты их идешь тут же из холодильника тебе достают, в такой как бы такой алюминиевый пакет кладут, и ты идешь и сразу же колешь ее. То есть это не те прививки, которые могут быть просрочены или еще что-то. Что-то на носогубку. Смотрите, дорогие мои, носогубка – это… Есть такая мышца, называется… Вот, она идет отсюда и досюда. Мышца, да? Вот, мышца, она параллельно идет здесь и здесь. Смотрите. Это когда ты делаешь вот какие-то фу, типа там воняет, фу, да? Вот эта мышца сокращается. Что происходит, когда эта мышца сокращается? Закладывается складка. Если у вас носогубки отсюда, с этой складки, нужно удлинять вот эту мышцу. Если у вас носогубки просто кожа, вот здесь закладывается складочка, это нормально, она должна быть чуть-чуть, куда-то должна закладываться. Соответственно, это тоже можно массировать. Мы делаем такие массажи. Это все… Я очень рада, что… Латеральная мышца около носа называется… Спасибо, я просто не помню название. Получается, что я очень рада, что я эти все для себя практики открыла, потому что когда у меня был первый тяж, вот этот, я пошла, думаю, ну ладно, сейчас я типа ботокс сделаю. А она мне когда сделала ботокс, у меня он еще хуже стал. Я испугалась так. Я ждала, когда он мне пройдет. Дальше я потом нашла вот эти все свои практики, все свои упражнения. Ужас, ужас. Вот сейчас я спросила у девочки там по поводу Водонаева, это просто какой-то ужас. Как может в таком молодом возрасте у девчонок быть инсульт, микроинсульт? Это страшно. Блин, берегите свои нервы просто. Берегите свои нервы, потому что такие истории, вон, сестра Ольги Бузовой сейчас Водонаева, это что-то с чем-то прям. Надо свои нервы беречь, надо вообще смотреть так же, как у вас с витаминами, какие витамины отсутствуют, какие присутствуют. Мне кажется, это тоже, наверное, очень важно. Сосуды свои проверять, беречь. Берегите себя от своего здоровья. Это ужас, это ужас, это страшно. Это очень страшно. Ну, слава богу, что все хорошо. Она сейчас Наташа написала, что она уже дома. Ну, это страшно. У кого инсульт? Ну, микроинсульт был у Алены Водонаевой, я так понимаю, три дня назад. Ну, это жесть, конечно. В смысле хайпует? Мне кажется, с такими вещами не хайпует. А потом человек, который пережил, допустим, такие ощущения, ну, не знаю, я не знаю. Любят сразу все это на хайп перевозить. Не уверена, что человек бы хайповал на таких вещах. Ну, ладно. Нервы, высокое давление. Не дай бог вообще. Ужас. Вообще. Я написала комментарий под ее фотографией, чтобы она жила ей хорошего и скорейшего выздоровления. Ну, ладно, мои хорошие, я вас обнимаю. Потом, вот, кто-то написал, что Рустам по пьяни признался. Нет, Рустам не пьет. Я Рустам знаю столько лет, он не пьет, он никогда в жизни ничего не пробовал. Это тот человек, который никогда в жизни даже каплю алкоголя, даже каплю вина никогда не выпивал. Ладно, моя хорошая, я пойду, потому что мне надо бежать. Была рада вас видеть и слышать. Я сохраню этот эфирчик, пусть побудет. О, блин. Вот сейчас она мне написала такую информацию, которая действительно подтверждает, что у нее был микроинсульт. Ребята, это нифига не пиар. Отвечаю. Ладно, я вас обнимаю, целую, короче говоря, обнимаю, целую, берегите себя, берегите себя, побольше любви в сердце, побольше всем желаем здоровья. Да, побольше, побольше, побольше. Чем больше любим, тем больше здоровья у нас. Тем больше любим, тем больше здоровья. А когда мы какие-то злостные карлики маленькие, вот, гавкающие, лающие, тающие, тявкающие, то, соответственно, потом, не дай бог, так что-нибудь раз-раз и припрет. Не дай бог, конечно, даже вообще, даже карликом этого не жила. Целую, обнимаю, всех вам. Остров показать. Я не показываю, что ли, остров в своих сторисах? Я думаю, я показываю его. Ладно, покажу. У нас остров в длину 500 метров, в ширину 100. То есть, получается, в длину 500 шагов метров, а в ширину 100. Можете себе представить. Всё, желаю вам хорошо провести этот день. Чао.